Немецкий вопрос, конечно, действительно чрезвычайно интересен, и на самом деле в 90-м году он закрыт не был, что бы там ни говорилось. Вот я напомню несколько вещей, что во-первых, договор 2 плюс 4, московский договор 90-го года, так и не был полноценным мирным договором с Германией, и юридический статус мирного договора он как не имел, так и не имеет. Момент второй. Этот договор сохранил на самом деле 4 ограничения суверенитета Германии, как они были введены Боннским договором 52-го года, и действуют они формально до подписания мирного договора. Первый из них это запрет на проведение референдумов по военно-политическим вопросам. То есть Германии до сих пор запрещено проводить референдумы, например, о выводе американской базы с ее территории. Такого права у немцев нет. Немцам запрещено проводить референдум, например, о том, чтобы создать себе стратегическую авиацию. Такого права у Германии нет. Второй момент. Ограничения на Бундесверх очень четко были прописаны и подтверждены односторонними обязательствами Германии. Третий момент. Германии запрещено до сих пор принимать внешнеполитические решения без консультации с державами-победительницами. Я, кстати, напомню, что когда Меркель критиковала Россию год назад, на 9 мая, Путин вполне мог бы поставить вопрос перед Меркель о том, что это нарушение Московского договора. У Германии нет права критиковать державы-победительниц. Но мы в порядке доброй воли не стали этого делать, видимо. Ну, наконец, четвертый момент. Германии запрещено требовать вывод иностранных войск со своей территории до подписания мирного договора. Советский Союз вывел войска в порядке доброй воли. Это было наше личное пожелание, наша личная добрая воля. До 98-го года действовал даже запрет Германии требовать сведений о передвижении войск союзников по ее территории. Только в 98-м году, в марте, в НАТО было подписан меморандум о том, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция будут уведомлять правительство Германии о передвижении своих войск по ее территории. То есть, в общем-то, определенные ограничения немецкого суверенитета сохраняются до сих пор. А Соединенные Штаты пользуются этими ограничениями суверенитета. Вот здесь был один очень интересный, я бы сказал, поворот. Ведь в Германии, насколько я понимаю, в немецком эстеблишменте всегда было две партии. Не партии классические, да, ХДС, ХСС, а, скажем так, в отношении внешней политики. Вот первая партия, которую представляли собой и Коли Шрёдер, это была партия, которая исходила из того, что Германии нужно вернуть статус мировой державы. Тогда это диалог с Россией, тогда это партнерство с Россией для того, чтобы осторожно отказать пересмотреть статьи Московского договора. То, что прощупывала Германия, отправляя войска и на Балканы, и в Афганистан, чтобы создать такую цепочку прецедентов по будущему пересмотру Московского договора. И вторая партия, которую представляет собой Меркель, это, по-моему, такая, грубо говоря, местечковая партия, которая считает, что приоритет Германии это освоение Восточной Европы. Освоение Польши, Украины, Прибалтики, тогда это, естественно, влечет Германию к конфликту с Россией. Вот американцы поняли быстро, что Меркель для них в этом плане большой подарок, и начали организовать с ней взаимодействие. Вот я напомню, что была такая очень интересная мюнхенская, скажем так, таинственная конференция в январе 2014 года. И вот там американцы произвели несколько заявлений о том, что в будущем Германия может возродиться как крупная политическая и военная сила. Вот мы, насколько я понимаю, надеялись, что возрождение Германии как великой державы произойдет, но если на антиамериканской, то все-таки на сбалансирующей отчасти американское влияние в Европе отсюда. А оказалось-то, что все уходит наоборот. Американцы постепенно возрождают Германию как основную силу по сдерживанию России в Восточной Европе. Вот этот блок из антироссийских государств, вроде Польши, стран Прибалтики, в последнее время Украины, американцы, по-моему, очень хотели бы дополнить Германию как естественным лидерам этого блока и переложить на нее часть функций по сдерживанию России. Вот в этом суть американской политики в отношении Германии где-то с рубежа 2013-2014 годов. Но такая политика, кстати, действует и против самой Германии. Ведь посмотрите, что получается для Германии. На востоке у нее враждебная Россия, на западе у нее франко-британский союзный договор, в котором Германия не участвует, и который отстранил Германию от вопросов, связанных с вопросами безопасности в Евросоюзе. Ведь ОИПБО с 2010 года, по сути, заморожено, и основа переходит именно к франко-британскому ланкастерскому договору. То есть в Германии ничего другого не остается, кроме как восточная Европа, и кроме как роль младшего партнера Соединенных Штатов, куда ее загнала администрация Обамы. В общем-то, вот такой пока получается расклад в немецком вопросе. Продолжение следует...